Музыка Ну вот, настал и мой черед сказать прощай, Ютьюб. Что, испугались, а? Это такой трюк у блогеров на Ютьюбе. Когда они уезжают на каникулы, они прощаются с Ютьюбом. Тогда просмотры по названию намного больше. Шучу. Всем гостям и зрителям моего канала большой привет. Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Итак, сегодня я в моих любимых слепонах, в стильняшке и со шляпой. Это значит, что через несколько дней мы поедем на каникулы. Я очень на это надеюсь. Настал и мой черед отдохнуть. В этом году наши каникулы позже, в августе. Муж у меня три недели на каникулах, поэтому мы едем в Италию. Кто следит за мной уже некоторое время, знает, что у нас в Италии есть домик, семейный домик, где мы практически каждый год проводим наши каникулы. Нам нравится такой отдых. Отдых без заморочек, как я говорю. Отдых без какого-то супертуризма. Мы посещаем те города, которые находятся рядом с нашим домом. А мы недалеко от Венеции, недалеко от Вероны, Лак-де-Герде и так далее. И нам нравится самим решать, куда поехать. Сегодня хочется, мы едем. Завтра не хочется, мы не едем. Жара, солнце. Хочется спать. Утром мы спим. Хочется гулять, мы гуляем. Это замечательный регион. Он очень красивый. Горный регион. Тот, кто любит горы, это на самом деле просто фантастика. Места неописуемые. Можно гулять, смотреть. И мне год о год не надоедает этот пейзаж. Мы открываем всегда новые уголки. И надеюсь, что в этом году я также смогу для вас поснимать и показать вам Италию. Италия – это моя вторая любовь после Франции. Я мечтаю выучить итальянский язык. Вы знаете, когда уезжаю из Италии после каникул, даю себе всегда зарок, что обязательно в день буду учить по одному итальянскому слову. И представляете, вот вроде одно слово, да, ну что там взять и выучить. А человек такая натура, что закрутится, завертится. И все это отговорки. В общем, нужно захотеть как совсем с похудением, с каким-то решением и начать. И вот опять я еду в Италию, зная несколько фраз, зная несколько слов. И мне очень-очень стыдно, простите меня. В общем, нужно браться за себя. И так, как я уже сказала, может быть мы там останемся три недели, может быть меньше, там уже жизнь покажет. Буду ли я там снимать? Знаете, мои хорошие, я хочу быть откровенной с вами. Естественно, я вас не забуду. Естественно, будут выходить влоги, но не так часто, потому что мне нужен отдых. Мне нужен отдых и морально, и физически. Я хочу отдохнуть от всего. И от монтажа, и я хочу отдохнуть от нанесения косметических средств. Я хочу отдохнуть морально, расслабиться. В общем, этот отдых, он мне нужен для того, чтобы начать в сентябре новый этап. Саша пойдет в школу, все изменится, и будет, ну, жизнь, она будет совсем уже не такая. То есть мы будем зависеть от его школы, мы будем зависеть от его часов. В общем, нужно быть сильной, нужно быть организованной. И за этот период в нашей семье случилось много не очень хороших вещей, о которых я вам не рассказывала. От этого тоже хочется отдохнуть. Но жизнь, она такая, одна полоса черная, одна полоса белая. Просто хочу вам сказать, что нужно иногда деконнекти, расслабляться от всего. Неважно, работа это, хобби это. В общем, нужно находить время для себя, нужно доходить время для семьи, почитать книгу, посмотреть места. Я знаю, вы знаете, быть блогером, это не такое простое дело, потому что ты постоянно с камерой. И вот, когда в руках камера, иногда ты упускаешь моменты, семейные моменты, когда ты должен быть, ты не на 100% вот в этом, во всем, в твоей семье, в том, что случается, вот в этом дне. Потому что ты находишься за объективом, и ты видишь какие-то уголки, то есть не видишь, ты не ухватываешь какие-то уголки жизни. И это иногда очень грустно. Ну, во всех профессиях, во всех хобби есть свои минусы, есть свои плюсы. И я, как человек логичный, как человек зрелый, я понимаю всё это, понимаете? И я делаю свой выбор. Я делаю свой выбор, но иногда нужно дать себе отдохнуть. Я такой человек, который не умеет отдыхать, не умеет расслабляться. Мне постоянно что-то нужно делать, мне постоянно я ставлю перед собой какие-то цели. И в конце концов, и ум, и физически ты устаёшь, и не нужно доходить до крайности, до какой-то точки. Нужно сказать «стоп» и расслабиться. Напишите, есть ли такие же, как и я, которые не умеют отдыхать и расслабляться, и постоянно в голове, и днём, и ночью крутятся какие-то дела, планы и мысли. Я думаю, что я не одна такая. Сегодня я села перед этим экраном, потому что по ту сторону вы, вы мои друзья, вы часть моей жизни. И мне хотелось бы вам сказать и пожелать прекрасного продолжения лета. Пусть август замечательный месяц. Он замечательный, потому что он уже не такой жаркий для кого-то, не такой шумный, не такой буйный. Не знаю, как выразиться. Это уже как бы лето, которое подходит к концу, но всё-таки не нужно его так прям уже отделять от лета, потому что это целые 4 недели, которые могут принести вам отдых, радость, гармонию и счастье. В общем, я вам всем желаю, если вы вернулись в каникулы, если вы едете на каникулы, если вы не имеете возможности сегодня поехать на каникулы, проведите его с хорошим настроением, с позитивом, с гармонией и с настроем на что-то лучшее. На новый учебный год, на новый рабочий год, на какие-то новые планы. Отдохните, посвятите время себе, посвятите время своим родным и близким. Сделайте что-то такое, что вы не делали для себя, что весь год крутились и не делали. Может быть, почитайте больше книг, может быть, уделите время себе маскам, массажу или пойдите к парикмахеру. Такие мелочи, они запоминаются. Или, может быть, съездите к своим родственникам, неважно, если вы даже поедете в ближайшую деревню. Понимаете, счастье, оно такое, не место влияет. Да, конечно, посетить какую-то страну, узнать что-то новое, есть прекрасные места, это здорово. Но счастье, оно внутри нас, понимаете. И даже рядом с близким, рядом в какой-то деревушке, где в лесу, где пахнет ягодой, где прошел грибной дождь, где светит солнце, где улыбается вам ваша бабушка. Это тоже может быть очень позитивным настроем на будущее. Я вам всем желаю счастья, любви, добра и увидимся в новых видео. Может быть, сейчас мы в дороге, пожелайте нам счастливой дороги, может быть, уже добрались. Я не знаю, когда выйдет это видео, но я вас не забуду. И будем общаться, будем общаться в комментариях, может быть, не так буйно. Обязательно буду выставлять фотографии в Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм. В инфобоксе это под видео есть и до комментариев есть все сноски на мои соцсети. И всех люблю, обнимаю, целую и до новой встречи на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!